Сегодня у нас последняя лекция по теории представлений. И вот на прошлой лекции мы познакомились в частности с такими специальными функциями на группе, это как характеры линейных представлений. Давайте я быстренько напомню, что такое характер. Характер линейного представления, допустим, r группы g в пространстве v. Это функция на группе g, обозначаем мы ее хи с индексом r. Ну мы рассматриваем комплексное представление, поэтому принимающее значение в комплексных числах, которое определяется так, что ее значение на элементе g маленькое, это просто след оператора представления соответствующего, r от g для любого элемента группы. Ну мы видели с вами уже частично, как характеры применяются в теории представлений. Давайте поговорим об этом сейчас подробнее. Характеры вообще представляют себе такой удобный вычислительный инструмент для теории представлений. Те или иные свойства линейных представлений отражаются в алгебраических свойствах их характеров. И наоборот. Давайте начнем с такого простого утверждения, предложение 1. Если линейное представление r разложено в сумму нескольких представлений, r1 и так далее, rm, то тогда его характер есть сумма характеров слагаемых. Доказательство тут очень простое. Надо просто записать матрицу операторов линейного представления в согласованном базисе, в согласованном с этим разложением, в базисе согласованном с разложением. То есть первая группа базисных векторов это базис пространства представления r1, вторая базис пространства представления r2 и так далее. А вместе получаем базис пространства представления r, то есть пространство v. Ну, как мы знаем, если у нас пространство разложено в прямую сумму подпространств и базис составлен из базисов этих подпространств, то матрица оператора, который каждое подпространство оставляет на месте, инвариантное подпространство, матрица такого оператора имеет блочно-диагональный вид. То есть матрица оператора R от G, она вот составлена из таких блоков. R1 от G, по диагонали идущих R2 от G и так далее. Rm от G. Ну, а что такое характер? А характер, значение характера на элементе G маленькое, это просто след вот этой матрицы. След матрицы R от G, след это сумма диагональных элементов, поэтому видно, что след такой матрицы равен сумме следов всех диагональных блоков. И это как раз и будет сумма характеров, сумма значений характеров этих самых представлений R1, Rm на элементе G. Вот, такое вот простое утверждение. Для изучения, значит, дальнейшее свойство характеров, которые мы будем обсуждать, они имеют такую метрическую природу, то есть они связаны со структурой эрмитового пространства на пространстве функций на группе. Характеры — это элементы пространства функций на группе. Вот на пространстве функций на группе можно ввести эрмитовую структуру. Структура эрмитового пространства. Ну а что такое эрмитовое пространство? Это пространство, на котором задано скалярное умножение. В данном случае эрмитовое скалярное умножение. То есть полуторалинейное, эрмитовое положительно определенное функция. Ну полуторалинейное, значит, там по первому аргументу она линейна, или, ну да, обычно по первому аргументу линейна, а по второму полулинейна. То есть когда мы вектор умножаем на лямбда, из скалярного произведения выносится лямбда сопряженная. А эрмитовое — это аналог симметричности. При перестановке аргументов значение заменяется на комплексно сопряженное. Ну это я напоминаю из линии аналгебры, это понятие. Вот для комплексных векторных пространств понятие скалярное умножение надо определять таким образом. Как же определяется скалярное умножение на пространстве функции? Очень просто. Значит, скалярное произведение двух функций мы определяем следующим образом. Вот функция f1 скалярно умножить на функцию f2. Мы берем среднее арифметическое по группе, то есть единица, деленная на порядок группы, сумма по всем элементам из группы, g маленькая и g большого. Мы берем значение функции f1 на элементе g и умножаем на значение комплексно сопряженное к значению функции f2. То есть f1 от g умножить на f2 от g, комплексно сопряженное число. Вот эта функция от двух аргументов на пространстве f от gc, на пространстве функции на группе, она удовлетворяет всем свойствам скалярного умножения. Это полуторалинейная, эрмитовая и положительно определенная функция. Заметим, что регулярное представление, ну мы рассматриваем левое регулярное представление, поэтому я не буду говорить левое, я буду писать просто регулярное. Регулярное представление, мы его буквой l обозначаем, это как раз представление группы g в пространстве функции на g, да? Регулярное представление в пространстве f от gc будет по отношению к этому скалярному умножению, к этой эрмитовой структуре унитарным представлением. По отношению к этой эрмитовой структуре. То есть все операторы представления, все операторы l от g будут унитарными операторами, они будут сохранять скалярное умножение. Ну давайте это проверим. То есть что нужно сделать? Нужно взять две функции f1, f2, применить каждый из них оператор l от g для какого-то элемента группы g и убедиться в том, что ничего не изменится. Скалярное произведение останется тем же самым. Ну давайте я, поскольку здесь g это индекс суммирования, давайте я тот элемент группы, которым мы действуем, буду начать с g0. То есть берем оператор l от g0, применяем функцию f1, берем оператор l от g0, применяем функцию f2 и берем скалярное произведение полученных двух новых функций. Распишем по формуле. Это единица, деленная на порядок группы g, сумма по всем элементам группы, я буду суммировать, там g маленькое я буду писать, да, просто из группы g подразумевается. Как действует оператор l от g0 на функцию f1? Ну он сдвигает аргумент этой функции умножением слева. То есть значение вот этой новой функции в точке g равно значению функции f1 в точке g0 в минус первой g. Здесь я должен написать f1 от g0 в минус первой g. А здесь аналогично f2 от g0 в минус первой g. Но это число я должен взять комплексно сопряженное. Вот. Теперь, если g пробегает все элементы группы g большое, то вот этот сдвинутый элемент, давайте мы обозначим для краткости буквой h. h равная g0 в минус первой g. Он тоже будет, как мы уже не раз отмечали в разных ситуациях, тоже будет пробегать по одному разу все элементы группы g большое. Можно обратно восстановить g по h по формуле g равно g0 умножить на h. И тогда вместо суммирования по g, вот это, так сказать, сколько сделаем такое замечание, вместо суммирования по g можно суммировать по h. И тогда получится формула единица, деленная на порядок группы g, сумма уже по h из группы g. f1 от h умножить на f2 от h, сопряженная. А это в точности скалярное произведение исходных функций f1 и f2, только индекс суммирования вместо g обозначен через h. Разницы никакой. То есть скалярное произведение не меняется при действии операторов представления. Это и значит, что наше представление унитарно. Следующая теорема носит название соотношение ортогональности. Соотношение ортогональности бывает двух видов, для матричных элементов и для характеров. Но условия такие. Давайте рассмотрим все неприводимые представления нашей конечной группы g с точностью дезаморфизма. Вот пусть r и т, это представление группы g в пространстве v и т, и допустим пробегает от 1 до s, пусть это полный список всех неприводимых представлений группы g с точностью дезаморфизма. Выберем в каждом, да, введем на каждом из этих представлений, на каждом из этих пространств v и т, эрмитовую структуру так, чтобы наше представление стало унитарным. Мы знаем, что это можно сделать, что конечномерное комплексное представление любой конечной группы унитаризуемо. Всегда можно ввести эрмитовую структуру так, чтобы представление стало унитарным. Введем на каждом веитом эрмитовую структуру так, чтобы эррита стала унитарным. И выберем в пространстве веитая орто-нормированный базис по отношению к этой эрмитовой структуре. Орто-нормированный базис. Ну давайте обозначим эти базисные векторы. Е и первая, допустим, и так далее. Е и запятая n и т. Значит количество базисных векторов, это вот n и т. Это размерность пространства представления. n и т есть размерность представления r и т. И тогда мы можем рассмотреть матричные элементы всех вот этих представлений в этих базисах. Ну мы это, собственно говоря, уже делали на прошлой лекции. А сейчас, значит, теорема звучит следующим образом. Тогда, во-первых, все матричные элементы всех неприводимых представлений в выбранных базисах, матричные элементы, ну как мы их обозначим? r и, это из и того представления, запятая, kl. kl это позиция, катая строка, l ты столбец, соответствующий матричный элемент. Все вот эти матричные элементы в выбранных базисах, значит, i у нас пробегает, давайте напишем, от 1 до s, а при данном i k и l пробегают от 1 до n и т. Вот. Образуют вот эти матричные элементы, образуют ортогональный базис пространства функций на грудке. Это что касается матричных элементов. А второй пункт соотношения ортогональности, касающийся характеров. Характеры всех этих неприводимых представлений образуют ортонормированный уже, не просто ортогональный, а ортонормированный, то есть со скалярным квадратом единица, базис пространства центральных функций, которые мы обозначали z от g, c. Вот. То есть подчеркну, что матричные элементы неприводимых представлений образуют ортогональный базис. Разные матричные элементы, их скалярное произведение равно нулю, а скалярный квадрат каждого матричного элемента, вообще говоря, не единица, а некое число. Ну мы увидим, какое. А вот характеры образуют даже ортонормированный базис. Не просто ортонормированный, а ортонормированный базис пространства центральных функций. Вот. Ну давайте доказывать. Начнем с первого пункта. То, что матричные элементы всех неприводимых представлений, вот эти r и k, l, t, образуют базис пространства функций на группе, мы уже знаем. Это мы доказывали на прошлой лекции. Была у нас такая теорема. Все, что осталось доказать, это ортогональность этого базиса. Вот. Ну давайте будем рассуждать таким образом. Пусть у нас имеется два неприводимых представления из этого списка. Я давайте, пожалуй, не буду эти индексы писать. Я просто обозначу так. Пусть r, представление группы g в пространстве v, и r' представление группы g в пространстве v' два неприводимых представления. Два неприводимых унитарных представления. То есть мы ввели эрмитовую структуру на этих пространствах так, чтобы представления стали унитарными. Два неприводимых унитарных представления. Ну и в них выбраны базисы ортонормированные. Скажем, в пространстве v выбран базис e1, e, n. А в пространстве v' выбран базис e1', допустим, e, m', ортонормированные базисы. Соответственно, v и v'. Раз у нас есть базисы, значит, можно рассматривать матричные элементы в этих базисах. Вот давайте будем их рассматривать. Наша задача вот доказать, что они ортогональны друг другу. Разные матричные элементы ортогональны друг другу. Вот. Давайте для этой цели рассмотрим вот что. Рассмотрим линейный оператор, обозначив его e и житое, из пространства v' в пространство v. Из v' в v. А линейный оператор, матрица которого в выбранных базисах, это матричная единица с матрицей e и т житое. А что такое матричная единица? Это матрица соответствующего размера, но в данном случае какого размера? Если оператор из m-мерного пространства в n-мерное, то матрица будет размера n на m. n строк и m столбцов. Но сейчас размер не так уж важен. Важно, что матричная единица это такая матрица, у которой на и житое месте стоит единичка. На и житое месте стоит единичка. А в остальных местах стоят нули. Понятие, знакомое нам из первого семестра. Матричная единица. Значит, давайте рассмотрим такой линейный оператор и возьмем его усреднение по группе g. Я напомню, что это такое, но мы обозначали усреднение волной. Значит, е и житое с волной это тоже будет линейный оператор между теми же самыми пространствами, который определяется так. Это тоже среднее арифметическое по группе. Единица, деленная на порядок группы. Сумма по всем элементам группы. Значит, мы берем r от g. Умножаем на исходный оператор е и житое. И умножаем на r штрих от g в минус первой степени. Это вот усреднение оператора е и жи по группе. Можно эту формулу пересадить еще немножко по-другому. А именно последний множитель можно записать иначе. Перепишу. Единица, деленная на порядок группы. Сумма по всем элементам группы g. r от g. Умножить на е и житое. Наши представления унитарные. А значит, их матрицы в ортонормированных биосах будут унитарными матрицами. А унитарная матрица это такая, у которой обратная матрица совпадает с эрмитово-сопряженной. Унитарная матрица обратно своей эрмитово-сопряженной. Что такое эрмитово-сопряжение? Это надо матрицу транспонировать и все элементы заменить на комплексно-сопряженные числа. В линейной алгебре эрмитово-сопряжение обозначается звездочкой обычно. То есть вместо r штрих от g в минус первой я могу написать r штрих от g со звездочкой. Эрмитово-сопряженный линейный оператор, у которого матрица эрмитово-сопряжена исходной. Как будет выглядеть матрица оператора, ей житое с волной вот в этих же самых базисах? Значит, его матрица, ну, естественно, ее обозначить прямым шрифтом, ей житое с волной, будет выглядеть следующим образом. У нее на произвольном месте, на месте, допустим, kL, на позиции kL, в k-той строке, l-там столбце, стоит следующее выражение. Ну, просто надо посмотреть, что вот у матрицы такого оператора, что у него стоит на kL-том месте. Ну, я вот это суммирование могу вынести, то есть единица, деленная на порядок группы, сумма по всем элементам группы, а здесь у меня стоит произведение трех матриц. Я хочу посчитать, что в этом произведении стоит на kL-том месте. Ну, и, значит, будет двойная сумма, как обычно. Сумма по, допустим, я не знаю, там, p от 1 до n и сумма по u, сейчас, по p от 1 до m, извините, значит, то есть нужно взять число столбцов матрицы R, да? А число столбцов матрицы R как раз равно m, да? Правильно я говорю? Нет, оно равно n. Это квадратная матрица, размер n на n. Сумма по p от 1 до n, сумма по q от 1 до m. Значит, что я должен взять? Я должен взять катую строку первой матрицы, умножить на p-тый столбец второй матрицы, умножить на… Ну, очень короче говоря, давайте я напишу. То есть тут нужно два раза применить формулу для произведения матриц. Выражение будет такое. Значит, R, значит, мы kL-то элемент считаем, R, kP-то от g умножить. Дальше надо взять p-кутый элемент вот этой матрицы, еежитая, вот этой, еежитая, p-кутый элемент. Но чему равен p-кутый элемент? Он равен единице только если p равно i, а q равно g. В остальных случаях он равен нулю. То есть можно это записать как произведение двух символов кранекера. Дельта p-итая умножить на дельта q-житая. Вот это произведение двух символов кранекера. Это p-кутый элемент, п-кутый элемент, матрицы еежитая. А дальше надо умножить на q-эльтый элемент вот этой матрицы. Но чему равен q-эльтый элемент этой матрицы? На q-эльтом месте в этой матрице, значит, давайте вот подчеркнем, да, вот в этой матрице, в этой матрице на q-эльтом месте стоит что? Значит, что такое эрмитовое сопряжение? Матрицу надо сначала транспонировать, то есть мы берем то, что стоит в матрице r-штрих от g на l-кутом месте, r-штрих, l-кутая от g, а потом еще комплексно сопрячь, взять комплексно сопряженное число. И вот именно этот элемент сюда и надо записать. r-l-кутая от g, комплексно сопряженное. Вот это я написал формулу для произвольного элемента вот этой матрицы. Ну, если это расписать аккуратненько, давайте посмотрим, что получается. Во-первых, вот здесь идет суммирование по p, но здесь присутствует множитель дельта p и t, который отличен от нуля только если p равно i. Поэтому от всей суммы выживает только значение p равно i. Можно оставить только это слагаемое. И аналогично сумма по q, но от всей суммы выживает только значение q равно j. Поэтому вместо суммирования по всем p и по всем q можно взять только одно слагаемое, когда p равно i, а q равно j. И получаем такую простую формулу. Единица, деленная на порядок группы, сумма по всем элементам группы g, r-k-i-тая от g умножить на r-l-ж-тая от g, комплексно сопряженное. Ну и если посмотреть внимательно на это выражение и сравнить с тем, что написано вот здесь, формула для скалярного произведения двух функций, то мы видим, что это просто скалярное произведение двух матричных элементов. r-k-i-тая, это матричный элемент представления r. r-k-i-тая, это матричный элемент представления r-ш-тых. Ну а k и l здесь совершенно произвольные индексы в допустимых диапазонах. Мы же здесь никаких ограничений на индексы не взяли. Так что произведение любых двух матричных элементов из этих представлений можно интерпретировать как матричный элемент вот такого вот линейного оператора. Или вот такой вот матрицы. А теперь давайте вспомним, что лемма об усреднении линейных отображений говорит нам, что наше отображение е и житое с волной является гомоморфизмом представлений. По лемме об усреднении е и житое с волной это гомоморфизм линейных представлений. Но представления у нас не абы какие, представления у нас неприводимые. А как устроены гомоморфизмы между неприводимыми линейными представлениями, про это у нас говорит лемма Шура. Если эти два представления не изоморфны, то тогда по лемме Шура такой гомоморфизм обязан быть нулевым. Е и житое с волной это нулевое отображение. Ну и значит все матричные элементы этой матрицы должны быть равны нулю. Если же представления изоморфны, ну тогда можно их просто отождествить, можно считать их одинаковыми. То есть второй случай, когда представления одинаковы. То тогда у нас есть вторая часть леммы об усреднении, которая говорит, ну лемма Шура говорит, что в этом случае наш гомоморфизм является скалярным оператором, но лемма об усреднении говорит, какой скаляр там фигурирует. Значит, опять-таки по лемме об усреднении наше отображение, ей житое с волной, является скалярным оператором. Давайте я, может, напишу чуть-чуть левее, чтобы влезло. Наше отображение ей житое с волной является скалярным оператором, причем скаляр, который стоит в качестве множителя, он такой, след исходного оператора, ей житое, деленное на размерность представления, на размерность представления n. Вот скалярный оператор, это единичный оператор вот с таким коэффициентом. А чему равен след ей житого? А давайте посмотрим. Е и житое это оператор с матрицей, которая есть матричная единица. Если вот эта единичка попала на диагональ, то след равен единице. А если не попала на диагональ, то след равен нулю. Попала на диагональ она когда? Если и равно жи. Поэтому мы получаем, что если и не равно жи, то вот этот множитель равен нулю. Множитель равен нулю, а значит и весь оператор равен нулю. А если и равно жи, то след, как я сказал, равен единице. У нас единица, деленная на размерность представления r. Ну, размерность представления r мы здесь обозначили буквой n. То есть будет единичный оператор с коэффициентом 1n. Это при и равно жи. То есть мы посчитали, как выглядит вот этот усредненный оператор в обоих случаях. Ну, а теперь давайте применим эти два соображения. Что мы получаем? Следовательно, при неизоморфных представлениях мы видим, что этот усредненный оператор получается нулевой, а с другой стороны его матричные элементы это скалярное произведение матричных элементов этих двух представлений. Произвольных, да? Поэтому мы получаем, что все эти матричные элементы, их скалярное произведение равны нулю. При неизоморфных представлениях мы имеем, что скалярное произведение, что там у нас было написано, r каитова на r l' равно нулю для любых индексов, которые там в допустимых диапазонах находятся, для любых i, j, k, l, которые там не буду писать, где они могут располагаться, это понятно из предыдущего. Вот, то есть матричные элементы разных неприводимых представлений ортогональны друг другу. А что мы имеем при изоморфных представлениях, ну при одинаковых представлениях, если мы берем матричные элементы одного и того же представления? Тогда мы имеем следующее. Значит, чему равно скалярное произведение r каитова на r l' уже без всякого штриха? Ну давайте посмотрим. Вот это скалярное произведение, как мы здесь посчитали, это элемент матрицы нашего усредненного оператора, стоящий на k l' месте. Наш усредненный оператор это либо нулевой оператор, если i не равно j, и тогда все элементы будут нулевые, либо это оператор, у которого матрица по диагонали стоит 1n, то есть здесь я неправильно писал, здесь при i равно j, я два раза написал не равно j, извините, поправляюсь. Скалярный оператор получается, когда i равно j, не нулевой. Значит, а если i равно j, то тогда это будет оператор, у которого матрица 1n по диагонали, а за пределами диагонали опять-таки нули. Но на диагонали стоят элементы с какими номерами? Когда k равно l, правильно? То есть не нулевой элемент мы получаем только в том случае, когда одновременно i равно j и k равно l. Вот в этом случае мы получаем единица делить на n при i равном j и k равно l. То есть когда мы берем просто скалярный квадрат матричного элемента r каитова. Вот его скалярный квадрат равен не единице, а одной n. А в противном случае мы всегда получаем 0. 0 иначе. То есть разные матричные элементы одного и того же неприводимого представления тоже между собой ортогональны. Значит, это мы получаем при i не равно j, потому что просто нулевой оператор получается. У него все матричные элементы равны нулю. А при i равном j, если этот элемент стоит вне диагонали, то есть когда k не равно l, получаем 0, потому что это диагональная матрица. То есть мы доказали то, что хотели. Мы доказали, что матричные элементы разных неприводимых представлений они всегда друг к другу ортогональны, а одного и того же неприводимого представления разные матричные элементы с разными номерами ортогональны, ну а квадрат данного матричного элемента, он не равен нулю, это положительно определенное скалярное умножение, он, вот как мы посчитали, равен числу 1n. То есть это ортогональный базис, но не ортонормированный, как, собственно, я и говорил. Вот, это первая часть. Ну а с характерами теперь уже довольно просто разобраться. Опять-таки, то, что характеры образуют базис пространства центральных функций, я прям вот повторю то, что здесь написано, то, что характеры всех неприводимых представлений Хи-Р1, Хи-РС образуют базис пространства уже не всех, а только центральных функций, базис пространства центральных функций, Это мы уже знаем из предыдущей лекции. Мы доказывали, что базис пространства центральных функций можно составить из характеров. Осталось доказать ортогональность характеров для разных неприводимых представлений и ортонормированность, то что скалярный квадрат каждого характера равен единице. Но давайте я буду использовать обозначение из доказательства первого пункта. У меня два неприводимых представления R и R'. В каждом из пространств мы выбрали ортонормированный базис и записываем все в этом базисе. Что такое характер представления R? Это след матрицы оператора R от G. Характер представления R, его значение на элементе G, это след матрицы оператора R от G. То есть сумма диагональных элементов этой матрицы R1 от G плюс и так далее. Ну давайте более подробно напишу, а то вы решите, что это сумма всех элементов матрицы. Плюс R22 от G плюс и так далее. Плюс Rnn от G. Сумма диагональных матричных элементов. Аналогично характер второго представления. Это сумма диагональных матрицы. Это сумма диагональных матричных элементов второго представления. Теперь я хочу посчитать скалярное произведение двух характеров. Ну давайте опять вначале рассмотрим случай, когда представление неизоморфное. Два неприводимых представления неизоморфных друг друга. То есть мне надо скалярно перемножить две такие суммы. Скалярное произведение характера R на характер R'. Ну это есть по линейности, точнее по полуторалинейности. Это есть сумма по всем I, пробегающим от 1 до N и всем G, пробегающим от 1 до M. Скалярных произведений R' на R' J' J'. Правда? Но каждое скалярное произведение равно нулю, потому что матричные элементы разных неприводимых представлений ортогональны друг другу. Каждое скалярное произведение равно нулю, и значит вся сумма равна нулю. Теперь давайте вычислим скалярный квадрат характера. Мы же хотим доказать не только ортогональность, но и ортонормированность. Вот, если два представления неизоморфны, опять я говорю правильно, а пишу постоянно неправильно. Желательно меня поправлять, а то так и может остаться на доске неправильная запись. Значит, если два представления неизоморфны, то тогда произведение их характеров, как показывает это вычисление, всегда равно нулю. А если мы берем одно и то же представление и умножаем характер на себя, то тоже вычислить несложно. Значит, скалярное произведение характера представления R, допустим, на самого себя. Но это тоже такая двойная сумма, сумма по всем ижи, пробегающим от 1 до n. Скалярное произведение R и того и того на R житое житое. Но мы с вами в предыдущем доказательстве видели, что скалярное произведение двух матричных элементов одного и того же неприводимого представления, вот оно у нас здесь посчитано, оно равно нулю, если это разные матричные элементы, и равно 1n, n это размерность, если это один и тот же элемент. Давайте мы напишем, что вот это вот у нас равно нулю при i, неравном жи, и 1n при i, равном жи. Поэтому в этой сумме ненулевые слагаемые это только когда i равно жи. И на самом деле мы можем написать сумму по одному индексу суммирования. Значит, получается сумма по i от 1 до n, скалярное произведение R и и того на R и и того. И это скалярное произведение всегда равно 1n. То есть n слагаемых по 1n, но получаем единицу. Итак, скалярный квадрат каждого неприводимого характера, как говорят, характер неприводимого представления всегда равен единице. То есть теорема полностью доказана. Характеры образуют орто-нормированный базис. Вот, собственно, на этих соотношениях ортогональности и держится то, о чем я сказал, вот как характеры применяются в теории представлений, как вычислительное средство. Например, давайте докажем такое утверждение. Предложение 2. Кратность неприводимого представления R и того, от одного из тех, которые полный список, в произвольном представлении R равна скалярному произведению характера R и того на характер R. То есть кратность можно посчитать, выполнив некоторое алгебраическое вычисление над этими характерами. Доказательства. Ну, давайте разложим представление R в прямую сумму неприводимых. Допустим, там будет представление, первое неприводимое представление будет встречаться сколько-то раз. Может быть, ноль раз. Но давайте обозначим это число раз. Кратность представления M1, R1 через M1. Потом второе, третье, итое представление, допустим, встречается M, И, Т раз. Ну и так до конца. Стое представление встречается M, С, Т раз. Вот эти вот M1 и так далее, M, С, это кратности вхождения всех неприводимых представлений, их конечное число, в представление R. Они могут быть равны и нулю тоже. То есть какое-то неприводимое представление может в разложении вообще не участвовать. Но в общем случае это целое неотрицательное число. Ну и тогда, чему равен характер представления R? Он равен сумме характеров всех слагаемых. То есть это характер представления M1, R1, взятый M1 раз, плюс характер представления R2, взятый M2 раз, ну и так далее. Вот, а теперь давайте скалярно умножим на характер R, И, Т. Скалярное произведение характера R, И, Т, на характер R. Но опять-таки по полуторалинейности это можно расписать так. M1 на скалярное произведение H, R, И, Т, на H, R, И, Т, плюс и так далее. И, Т, плюс M, С, Т, скалярное произведение H, R, С, Т, H, R, И, Т, на H, R, С, Т. Вот, поскольку характеры образуют ортонормированный базис, то все эти скалярные произведения равны нулю. Кроме И, Т, которое равно единице. Ну и мы видим, что от всей суммы остается число M, И, Т. Это и есть кратность. Вот, что и требовалось доказать. Кратность равна вот скалярному произведению характера. А отсюда мы получаем такое замечательное следствие. Линейное представление конечной группы однозначно определяется своим характером. Однозначно определяется своим характером. Почему? Ну, чтобы однозначно определить линейное представление, надо понять, как устроено вот это разложение. Если у двух представлений такие разложения одинаковы, то и представления изоморфны. А вид этого разложения определяется характерами, потому что вот эти вот количества М, И, М1 и так далее, М, С, Т, это просто вот эти скалярные произведения и больше ничего. Так что, зная характеры, мы можем однозначно восстановить разложение представления на неприводимое, значит, само представление восстанавливается однозначно с точностью до изоморфизма. Вот это вообще, если задуматься, удивительный факт. Что такое характер? Характер – это след оператора представления. Но он зависит от элемента группы. То есть такая функция на группе – след оператора представления. Вот получается, что сам оператор представления однозначно определяется своим следом. Если просто говорить про отдельный линейный оператор, то это, конечно, неправда. Если мы знаем просто сумму диагональных элементов матрицы, мы эту матрицу однозначно не восстановим, даже с точностью до сопряженности. А вот если у нас эта матрица является одной из матриц представления какой-то конечной группы, то вот оказывается так получается, что достаточно знать все следы, и мы можем теоретически восстановить сами эти матрицы. Ну, как бы вот я показал, как с помощью характеров можно что-то вычислять и понимать про сами представления. Ну и, может быть, завершим первую половину лекции мы таким упражнением тоже на эту же тему, что вот упражнение вычислить характер регулярного представления. Вычислить характер регулярного представления. И с помощью этого вычисления, значит, и с помощью предложения 2 доказать, что кратность вхождения любого неприводимого представления, скажем, r и того в регулярное равна размерности этого неприводимого представления. Мы этот факт уже доказывали на прошлой лекции другим способом, но вот с помощью характеров это тоже можно доказать. Давайте подведем итоги того, что мы знаем про неприводимое, конечномерное, комплексное, линейное представление конечных групп. Во-первых, мы знаем, что у конечной группы g есть лишь конечное число неприводимых представлений. Ну вот мы их обозначали r1 и так далее rs с точностью дезаморфизма. И их количество, количество неприводимых представлений, которые здесь обозначены буквой s, оно равно числу классов сопряженности в группе g. Это вот результат из прошлой лекции. Далее. Давайте как-нибудь обозначим размерности этих неприводимых представлений. Пусть размерность r и этого равна n и тому. Тогда сумма квадратов этих чисел, сумма квадратов размерности всех неприводимых представлений равна порядку группы. Это второе, что мы знаем. И что мы еще знаем? Мы знаем, сколько имеется одномерных неприводимых представлений. Одномерное неприводимое представление находится в взаимно однозначном соответствии с представлениями факта группы по коммутанту. Их количество равно индексу коммутанта в порядку этой факта группы. То есть количество тех чисел n и тых, которые равны единице, равно индексу коммутанта. Это мы тоже знаем даже, по-моему, из позапрошлой лекции. Вот. Значит, этих ограничений, довольно сильные ограничения на набор вот этих чисел n1, ns. И для, так сказать, в простых случаях их бывает достаточно, чтобы однозначно определить размерности всех неприводимых представлений группы g. Ну а зная размерности, построить сами представления уже существенно проще. Мы как бы знаем, где искать. Там и ищем, в каких размерностях. Вот в качестве примера давайте мы рассмотрим, как устроены неприводимые представления симметрической группы sn, но при малых n. Описание неприводимых представлений симметрической группы при малых n. Вот. Ну, если n равно единице или двойке, группа s1, она вообще тривиальна, а группа s2 абелева. То есть в этом случае наша группа абелева. А для абелевой группы все неприводимые представления одномерные. Вот. И их описание мы уже знаем. Это мы еще на позапрошлой лекции описывали. Их описание уже знаем. Ну, для группы s1 она вообще тривиальна. У нее есть только одно представление тривиальное, все в единицу отображается. А у группы s2, ну и вообще у любой группы sn, одномерное представление, их две штуки. Это тривиальное, когда все отображается в единицу, и знаковое представление, когда значение оператора представления равно знаку подстановки. Значение на данной подстановке, вернее, не значение оператора представления, а значение представления на данной подстановке равно знаку этой подстановки. То есть тривиальное и знаковое. Вот два одномерных представления. Теперь рассмотрим случай, когда n равно 3. В этом случае уже группа не абелева, и существует неприводимое представление размерности больше единицы, как мы увидим. Но давайте поймем, сколько их в начале. А их столько, сколько классов сопряженности. Да? Как устроены классы сопряженности в группе s3, ну и вообще в группе sn? Они задаются цикловыми структурами. На циклы каких длин и в каком количестве разлагается подстановка. Значит, классы сопряженности в s3, сейчас нас s3 интересует, задаются всевозможными цикловыми структурами подстановок из трех номеров. Какие они бывают? Бывает тождественная подстановка, когда в разложении вообще нет никаких циклов. Бывает транспозиция, один цикл длины 2. И бывает тройной цикл и жк. Больше ничего в группе s3 не бывает. Тождественная подстановка транспозиции и тройные циклы. Три класса сопряженности. Следовательно, у нас имеются три неприводимых представления. Давайте их так и обозначим в соответствии с теми общими обозначениями, которые мы здесь на левой части доски используем. r1, r2, r3. Ну и их размерности обозначим, соответственно, n1, n2, n3. Ну и мы можем считать, что мы пронумеруем так, что они упорядочены в порядке нестрогого возрастания. То есть n1 не превосходит n2, не превосходит n3. Далее. Мы знаем, сколько одномерных представлений. Одномерное представление группы Sn для любого n мы описывали на позапрошлой лекции. И я сейчас это описание кратко-устно повторил. Их два. Тривиальное и знаковое. Поэтому среди этих размерностей две размерности равны единице. Ну и, естественно, самые маленькие. n1 и n2. n1 равно n2 равно единице. а n3 больше единице. Значит, одномерное представление. Давайте мы еще раз напишем. Значит, одномерное представление группы Sn3. Выглядит так. Значит, первое, r1. Ну, они, собственно, оба представления, r1 и r2. Что такое одномерное представление? Это геоморфизмы в мультипликативную группу поля. То есть это геоморфизмы из группы Sn3 в мультипликативную группу поля. Значит, r1 от σ равно единице. А r2 от σ равно знаку σ. Для любой подстановки σ из Sn3. Вот описание одномерных представлений. Теперь оставшееся третье представление. Ну, какую оно имеет размерность? Посмотрим на второе свойство. Сумма квадратов размерностей. n1 квадрат плюс n2 квадрат плюс n3 квадрат равно порядку группы Sn3. То есть 6. Сумма трех квадратов равна 6. И из этих трех квадратов два равны одному. Значит, оставшийся третий равен четырем. А число n3 тем самым равно двойке. Получаем, что третье неприводимое представление, оно двумерно. Вот. И мы на самом деле знаем такое неприводимое представление. А именно у нас у группы подстановок Sn есть всегда стандартное неприводимое представление. Оно имеет размерность n-1. В данном случае как раз будет размерность 2. Значит, стандартное неприводимое представление. Вот это и будет R3 в нашем случае. Группы Sn3. Ну, в группе линейных преобразований пространство, которое, давайте я буквой V обозначу. Я напомню, как это стандартное представление устроено. Мы берем n-мерное пространство. В данном случае трехмерное. И в этом n-мерном пространстве рассматриваем гиперплоскость, вот она как раз V, состоящую из векторов с нулевой суммой координат. То есть в нашем случае это те х из пространства С3, С в кубе, у которых сумма координат х1 плюс х2 плюс х3 равна 0. Это будет инвариантное подпространство, и на нем уже представление группы С3 будет неприводимо. Группа С3 тут действует перестановками координат. То есть стандартное представление является под представлением, монумиального представления, это вот представление во всем пространстве С3, С3, вернее, где группа действует, группа С3 действует перестановками базисных векторов или перестановками координат, что то же самое. Ну вот, собственно говоря, вот и есть полное описание всех неприводимых представлений группы С3. Может быть, имеет смысл еще поговорить про геометрический смысл стандартного представления. Он довольно наглядный. Геометрический смысл стандартного представления в этом случае. Ну, хотя в общем случае можно это обобщить на любую размерность. Геометрический смысл стандартного представления. Ну, чтобы говорить про какую-то геометрию, все-таки комплексное векторное пространство как-то сложнее представить, давайте перейдем к вещественным векторным пространствам. Давайте в пространстве В рассмотрим вещественное подпространство, Обозначу v с индексом r, которая состоит из таких же векторов, только с вещественными координатами. То есть это векторы из r в кубе, у которых сумма координат равна 0. Это будет инвариантное подпространство, но инвариантное вещественное подпространство. Тут проблем с неприводимостью нет, потому что мы рассматриваем представление комплексное. И когда мы говорим про неприводимость, нас интересует отсутствие инвариантных комплексных подпространств. Их тут действительно нет. А вот вещественное инвариантное подпространство есть, это ничему не мешает. Понятно, что при перестановке координат свойство вектора быть вещественным сохраняется, никуда не девается. Значит, это будет инвариантное вещественное подпространство. Инвариантное вещественное подпространство. Ну и все пространство r в кубе можно разложить в прямую сумму вот этой гиперплоскости vr и дополнительного одномерного подпространства, обозначив его ur, где ur это множество векторов с одинаковыми координатами. Множество тоже вещественных векторов x из r в кубе, у которых координаты одинаковые. Ну мы когда разлагали монумиальное представление в прямую сумму двух неприводимых представлений, вот как раз там было одно стандартное, а другое вот такое вот одномерное вариантное подпространство. Можно изобразить это на картинке, если угодно. Вот давайте я изображу, значит, вот базис. Значит, вот у нас орто-нормированный базис пространства r в кубе, стандартный базис. Орто-нормированный базис пространства r в кубе, вот у нас e1, вот у нас e2, вот у нас e3. И мы берем векторы с нулевой суммой координат, то есть это какая-то вот такая вот гиперплоскость, вот какая-то вот такая, да, которая, ну вот через ноль она, естественно, проходит. Вот как-то она вот так вот расположена. Вот это вот наше vr. Что такое ur? А ur это ортогональная и прямая. Вот это ur. Вот какая-то такая картинка. Вот. Ну и как устроено наше представление? Значит, давайте мы возьмем вот эти базисные векторы e1, e2 и 3 и спроектируем их на плоскость. И вот этот тоже куда-то проектируется. Вот они. Вот это у нас будет, допустим, вектор v1, это у нас будет вектор v2, а это у нас будет вектор v3. Ну можно это расписать, что вот каждый базисный вектор ee, он на самом деле есть сумма своей проекции ve, плюс ортогональная составляющая, то есть проекция на вот эту вот прямую ur. Но эта проекция это там, где треугольник с вершинами e1, e2, e3. Может быть тут лучше рисовать другим цветом, возможности позволяют, и так будет как-то лучше видно. То есть там, где вот этот вот треугольник пересекает вот эту прямую. Вот этот вот вектор пересечения, это и будет проекция каждого из этих векторов e1, e2, e3 на эту прямую. Это на самом деле просто их среднее арифметическое. ee равно ve плюс 1 треть от e1 плюс e2 плюс e3. Из геометрии легко понять. И вот эти вот векторы v и t, они образуют уже на плоскости vr, которую я давайте нарисую отдельно, вот здесь вот ниже. Вот отдельно нарисую эту плоскость vr. Вот начало координат. vr, 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 vr. А эти векторы vr, они образуют вершины правильного треугольника. Вот я их тут отдельно изображу. v1, v2 и v3. v3. Они образуют вершины правильного треугольника. Вот он, этот треугольник. Ну а сами векторы v3, они смотрят в эти вершины из начала координат. То есть вот эти проекции, о которых я говорил, вот они. Вот эти три вектора. Ну и что делает наше представление, вот это представление R3? Поскольку оно является под представлением маномиального представления, а маномиальное представление это представление во всем пространстве R в кубе. То есть вот оно, пространство R в кубе. Оно, значит, соответствующие операторы R3 от σ, они переставляют базисные векторы в соответствии с переспяновкой номеров под действием σ. Но раз базисные векторы переставляются, и сумма остается неизменной при этом, значит и проекции переставляются. То есть представление R3 в пространстве VR действует перестановками вершин этого, действует какими-то линейными преобразованиями, которые переставляют вершины этого правильного треугольника. Причем всеми возможными способами. Но это просто движение правильного треугольника. То есть получается, что... Давайте, значит, напишем. Получается, что представление R3 изоморфно отображает группу S3 на группу движений правильного треугольника. Значит, давайте, ну, дельта 3. Вот дельта 3 — это вот зелененький правильный треугольник. Изоморфно отображает группу S3 на вот эту группу. Ну, группа движений правильного треугольника — это группа диэдра D3. То есть мы получаем уже знакомый нам, по-моему, чуть ли не с первой лекции или со второй лекции, изоморфизм группы S3 и группы D3. Вот геометрический смысл, что это вот реализация стандартного представления. Это будет подгруппа в группе линейных преобразований пространства VR, вот этого двумерного, этой плоскости. Вот это вот и есть наше стандартное представление. Итак, мы разобрались со случаем n равно 3. Давайте разбираться со случаем n равно 4. Тут будет поинтереснее. Ну, начало ровно такое же. Надо начать с классов сопряженности. Классы сопряженности задаются цикловыми структурами. Классы сопряженности в S4 задаются цикловыми структурами. Бывает тождественная подстановка, бывают транспозиции, бывают тройные циклы, бывают четверные циклы. Что-то еще бывает? Да, пары независимых транспозиций. Вот больше уже ничего не бывает. 5 классов сопряженности. Но раз их 5, значит у нас имеется 5 неприводимых представлений. Обозначим их, как и раньше, R1 и так далее, R5. Их размерности обозначим буквами n. Размерность r и того обозначим через n и t. Ну и пронумеруем так, что эти размерности, опять-таки, для удобства, пусть упорядочены по возрастанию, не строгому возрастанию. Что дальше? Мы, опять-таки, знаем одномерное представление. Знаем, что их две штуки. То есть n1 равно n2 равно одному, а остальные размерности больше. И мы знаем, как устроено одномерное представление. Они для любого n устроены одинаково. Это тривиальное, которое любую подстановку отображает в единицу. И знаковое, которое подстановку σ отображает в знак σ. Теперь давайте, опять-таки, воспользуемся формулой для суммы квадратов размерности. То есть сумма квадратов размерности всех неприводимых представлений равна порядку группы С4, то есть 24. 4 факториала. При этом первые два слагаемых равны единице, значит сумма трех оставшихся равна 22. Итак, сумма трех квадратов равна 22. Отсюда следуют две вещи. Во-первых, в этой сумме существуют нечетные слагаемые. Причем их должно быть четное количество, потому что сумма вся в целом должна быть четная. Есть четное количество нечетных слагаемых. Ну, потому что, значит, если бы все слагаемые были четными, то тогда каждая слагаемая, там же квадраты четных чисел, да, стояли бы. Тогда каждая слагаемая делилась бы на 4, и сумма делилась бы на 4. Но, вот давайте, может быть, 22 напишем, что 22 не делится на 4, значит, четно, но не делится на 4. Четно, но не делится на 4. Поэтому нечетные слагаемые обязательно должны быть, иначе бы делилось на 4. А сумма должна быть четная. Значит, нечетных слагаемых должно быть четное количество. Вот. Ну и понятно, как это может быть. Какие у нас квадраты натуральных чисел, больших единицы? Это 4, 9, 16 и так далее. Ну, после 16 идет 25. 25 уже заведомо не годится. Значит, нечетные слагаемые только девятки могут быть в этой сумме. Их должно быть четное количество, то есть 2 девятки. А оставшиеся слагаемые, значит, 2 девятки в сумме дают 18, остается до 22, 4. Оставшиеся слагаемые 4. То есть 4 и 2 девятки. Значит, размерности такие. 2, 3 и еще раз 3. Отсюда следует, что n2 равно 2, а n2, а n3, извините, равно 2, а n4 и n5 равно 3. То есть помимо одномерных представлений у нашей группы существует одно двумерное неприводимое представление и два трехмерных. Надо их построить. Ну, давайте начнем с трехмерных. Опять-таки у нас есть стандартное представление R4. Пусть это будет R4. Можно R5 взять, без разницы. R4. Это стандартное представление группы S4. в трехмерном пространстве, давайте я обозначу, W, которое устроено абсолютно аналогично тому, что написано здесь, только не в C3, а в C4 дело происходит. Значит, стандартное представление. Стандартное представление, где W есть гиперплоскость в четырехмерном пространстве комплексном, состоящей из векторов с нулевой суммой координат. Как построить еще одно трехмерное неприводимое представление? Пятое, да? Давайте мы его построим в том же самом пространстве. Представление R5. Это будет представление группы S4 в том же самом пространстве W. Только операторы представления будут выглядеть иначе. Давайте определим R5 от Сигма как R4 от Сигма умножить на знак подстановки Сигма. То есть если подстановка нечетная, то у оператора R4 от Сигма надо поменять знак, поставить минус. Это будет произведение двух гаоморфизмов, то есть тоже гаоморфизм. Значит, формула для любого Сигма из S4. Тоже будет гаоморфизм. Почему это будет неприводимое представление? А потому что у вот этих операторов R5 от Сигма те же инвариантные подпространства, что и у вот этих операторов. Если мы поменяем у линейного оператора знак, вместо оператора А возьмем оператор минус А. Инвариантное подпространство от этого не изменится. То есть это будет еще одно неприводимое представление. А, кстати, почему оно еще одно? Почему оно не изоморфно-исходному? Почему R4 не изоморфно-R5? А дело вот в чем. Давайте рассмотрим определитель оператора R5 от Сигма. Определитель оператора R4 от Сигма вначале. Определитель оператора R4 от Сигма. Ну, значит, оператор R4 от Сигма, он что делает? Вообще оператор действует в пространстве C4, переставляя координаты. Здесь я не написал условие. Сумма координат равна нулю. Переставляя координаты вектора Х. То есть переставляя базисные векторы. Ну, определитель такого оператора равен знаку этой перестановки. Если оператор переставляет два базисных вектора, транспозиция, то определитель, там матрица будет 0,1 минус 1,0. Определитель равен минус единице. То есть определитель оператора действующего нестандартного, амономиального представления в пространстве R4, определитель M от Сигма, он равен знаку подстановки Сигма. А определитель оператора стандартного представления, то есть мы берем M от Сигма и ограничиваем на вот эту гиперплоскость W. Он будет такой же. Потому что оператор M от Сигма, он имеет матрицу следующего вида. Она состоит из двух блоков. Один блок размера 3 на 3. И здесь будет как раз стоять R4 от Сигма, наше стандартное представление. А здесь будет стоять единичка. 0, 0, 0, 0, 0. У нас есть дополнительное одномерное подпространство W к W. Но вот здесь оно обозначалось буквой U. То есть это те векторы, у которых все координаты одинаковые. А здесь я его никак не буду обозначать, но просто отмечу, что это такое же подпространство, все векторы, у которых все координаты одинаковые. Вот. И значит на нем группа действует тождественно. Каждый вектор остается на месте. Координаты переставляются, но поскольку они одинаковые, то ничего не меняется. И в согласованном базисе с этим разложением, вот этот кусочек отвечает вот этому одномерному подпространству, а этот кусочек отвечает W. В согласованном базисе матрица оператора состоит из двух диагональных блоков. Ну и вы видите, что определитель равен определителю верхнего диагонального блока. То есть определитель оператора R4 от Сигма, еще раз, он равен знаку Сигма. А чему равен определитель оператора R5 от Сигма? Давайте посмотрим на формулу. Чему он равен? Кто может сказать? Правильно, он равен, когда мы оператор умножаем на скаляр, его определитель умножается на этот скаляр в степени равной размерности пространства. То есть был оператор R4 от Сигма, у него определитель равен знаку Сигма. И умножаем на знак Сигма в какой степени? Оператор R4 действует в пространстве W. В какой степени? В третьей. Мы получаем четвертую степень, то есть единица. То есть мы видим с вами, что эти два оператора, они имеют разные определители. Ну а значит соответствующие представления не изоморфны друг другу. У изоморфных представлений операторы имели бы, отвечающие одной и той же подстановке, имели бы одинаковые определители. Отсюда следует, что R4 не изоморфно R5. Здесь я тоже мог бы сказать кое-что про геометрический смысл. Значит, геометрический смысл вот этих двух представлений, R4 и R5. Но давайте я быстренько скажу. Давайте, может быть, я вот сюда вот перейду. Геометрический смысл. Ну тоже над полем действительных чисел надо рассматривать. Иначе про геометрию как-то нам трудно наглядно говорить. На самом деле я мог бы пользоваться той же самой картинкой, только здесь вместо VR рассмотреть вещественное подпространство WR, вектор у нас уже 4 координаты, все живет в четырехмерном пространстве, R4, да? И вот этих байзных векторов там будет уже не 3, а 4. Там E1, E2, там где-то E3 и вот E4, да? Которые будут образовывать, их концы будут образовывать вершины уже не правильного треугольника, а правильного тетраэдра. И если их спроектировать на плоскость, на плоскость WR, не на плоскость, вернее, а на гиперплоскость, она будет трехмерная, вот, спроектировать на WR, давайте я эту картинку не буду писать, эта картинка все-таки действительно плоская, но представим себе, что мы вот, что это WR, это трехмерная такая гиперплоскость в четырехмерном пространстве, мы вершины вот этого правильного тетраэдра проектируем на нее и получаем правильный тетраэдр на этой плоскости. Вот, дальше, давайте я это напишу, что проекции, проекции стандартных базисных векторов Е1 и так далее, Е4 из R4 на гиперплоскость WR образуют вершины правильного тетраэдра, ну, скажем, T его обозначим, и мы можем вписать отправильный тетраэдр в куб, вписанного в куб, обозначим его буквой C, ну, давайте я нарисую вот этот куб, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот его ребра. Вот. Вот его ребра. Вот. Ну и вот правильный тетрайдер как устроен. Вот вписанный в этот куб. Ну можно начать с любой из вершин. Ну например вот с этой вершины, вот зелененькая. И взять максимально от нее удаленные вершины. Вот эту, здесь вот эту, а здесь вот эту. И вот эти вот вершины, ребра будут диагональными. А это собственно говоря ребро нам видно. Это ребро нам тоже видно. И это ребро нам тоже видно. А вот это ребро нам сзади не видно. Вот. Вот это вот правильный тетрайдер, вписанный в куб. Правильный тетрайдер, вписанный в куб. И опять-таки, как вот там у нас получилась группа движений правильного треугольника из стандартного представления, да, здесь мы получаем точно то же рассуждение, что представление R4, стандартное представление, если мы ограничим на это вещественное инвариантное подпространство, трехмерное, то представление R4 изоморфно отображает группу S4 на группу движений правильного тетрайдера, всех движений правильного тетрайдера, которые всевозможным образом переставляют вершины этого правильного тетрайдера, ну и в целом это трехмерное пространство двигает. А группа движений правильного тетрайдера в свою очередь содержится в группе движений куба, куда этот правильный тетрайдер вписан. У куба движений больше. При движении куба этот правильный тетрайдер может перейти в себя, а может перейти в другой вписанный правильный тетрайдер, вершинки которого я помечу оранжевым цветом. Вот они. То есть эти два правильных тетрайдера, вписанных в куб, они переставляются между собой. Могут каждый на месте оставаться, а могут переставляться, потому что группа движений куба больше. Если же мы рассмотрим представление R5 группы S4 в том же самом пространстве, то давайте посмотрим, куда мы отобразимся. Мы каждый оператор R4 σ должны умножить на его знак, правильно? На знак подстановки, точнее говоря, не на знак оператора, а на знак подстановки, ну то есть на его определитель, что то же самое. Поэтому те перестановки вершин тетраэдера, которые нечетные, мы должны еще все умножить на минус единицу, то есть перевести зеленый тетраэдер в противоположный ему оранжевый тетраэдер. Но при этом, когда мы умножаем все на минус единицу, у нас, если оператор был не собственным с определителем минус 1, он становится собственным. Определитель становится равным единице. Поэтому мы получаем все время собственное движение. Все время собственное движение после такого умножения. Но при этом тетраэдер уже на месте оставаться не обязан, он может перейти в другой тетраэдер, а куб в целом остается на месте. То есть мы отображаемся в группу собственных движений куба. Еще раз получили тот изоморфизм. Да? Что вы говорите? Оранжевый тетраэдер, это тетраэдер с оранжевыми вершинами. Я ребра рисовать не стал, чтобы слишком много не рисовать. Ребра тут понятно, как однозначно, любые две вершины соединены ребром. В куб вписано два тетраэдера. Вот я вершины каждого из этих тетраэдеров пометил цветом. Это представление, соответствующее R5, геометрический смысл. Ну и у нас осталось еще представление R3. Трехмерное представление, двумерное представление. Его можно построить таким образом. Вот мы в свое время строили эпиморфизм, то есть сюръективный геоморфизм из S4 на S3. Рассматривая действия группы движений куба на множестве прямых соединяющих центр противоположных граней. А у представления S3, у группы S3 есть неприводимое двумерное представление. Это стандартное представление уже вот этой группы. В пространстве мы обновляли буквой V, по-моему. И композиция этих двух геоморфизмов как раз и будет неприводимым представлением группы S4 размерности 2. Почему оно неприводимо? Ну потому что операторы, которые действуют в этом пространстве, которые происходят из этого представления или из композиции, они одни и те же. Неприводимость это отсутствие инвариантных подпространств для всех операторов представления. Операторы представления будут одни и те же. Группы разные, но совокупность операторов представления будет одна и та же. Поэтому и инвариантные подпространства будут одни и те же. И вот это полное описание всех неприводимых представлений группы S4. На самом деле можно было бы, то есть не можно было бы, а это сделано, существует описание неприводимых представлений группы Sn для любого m. Причем не только над полем комплексных чисел, но и над любым полем нулевой характеристики. Это довольно красивая теория, она связана с комбинаторикой, с симметрическими функциями, с симметрическими многочленами, но мы ее касаться в нашем курсе не будем. А закончить я бы хотел вот чем. Я хотел бы закончить одной задачкой, которая иллюстрирует в такой модельной ситуации, как работает теория представлений в других областях математики. Модельная задача, которую я хотел бы рассмотреть, звучит следующим образом. В вершинах куба записаны 8 чисел. И мы производим следующее действие. Значит, за один шаг мы заменяем число в каждой вершине на среднеарифметические чисел в соседних вершинах. То есть в каждой вершине меняются в каждой вершине? Нет, в каждой вершине число меняется. Оно заменяется на среднеарифметические числа в соседних вершинах. Числа меняются в каждой вершине. Вот. Вопрос. Как будет примерно выглядеть распределение чисел по вершинам? Через много-много шагов. Ваши версии. Есть предположения? Как все это будет выглядеть? За каждый шаг мы, допустим, число, записанное здесь, заменяем на среднеарифметические числа, записанных вот здесь. И так для каждой вершины делаем. Примерно одинаково. Да, возможно такая ситуация, но вот интересно, что это не единственная возможность. Так вот, какая есть еще возможность, так можно сразу и не догадаешься. А вот если применить теорию представлений, то эту возможность можно вывести и, собственно, показать, что ничего другого быть не может. Давайте я объясню, как это делать. Решение. Ну, давайте пронумеруем вершины. Вернее, давайте так, обозначим вершины, ну, скажем, буквы х с соответствующим номером. Обозначим вершины. Значит, х1, х2, х3, х4, это будут вершины одного тетраэдра. Ну, например, вот этого. 1, 2, 3 и 4. А вершины противоположного тетраэдра обозначим х с противоположным индексом. х-1, х-2, х-3, х-4. Значит, соответственно, здесь у нас будет минус 1, здесь будет минус 3, здесь будет минус 2, а здесь будет минус 4. Вот пронумеровали все вершины. Вот множество вершин обозначим буквой х, 8 вершин, да? И группа вращений куба, то есть группа вращений куба изоморф на группе S4, как мы знаем, S4, которая изоморф на группе вращений куба, действует на множестве х, куб вращается, вершины как-то переставляются. А раз у нас имеется действие группы на множестве, значит, возникает линейное представление, возникает линейное представление, обозначим его буквой R, группы S4 в пространстве функции на этом множестве. В пространстве функции на множестве вершин. А что такое функция на множестве вершин? Это как раз и есть 8 чисел, расставленных по этим вершинам. Значит, 8 чисел в вершинах, это тоже, что функция на множестве вершин, то есть элемент этого пространства. И вот наша операция, это некий линейный оператор в этом пространстве, обозначим его буквой S из множества функций на множестве вершин, пространство функций на множестве вершин, который как действует? Значит, если мы берем функцию F, то есть изначальную расстановку чисел, получаем новую расстановку чисел, и вот что у нас написано в этой вершине? А в этой вершине у нас записано среднее арифметическое тех чисел, которых были раньше в соседних вершинах. Ну, нумерация устроена так, что это будут, значит, одна треть от суммы F от X минус JT плюс F от X минус KT плюс F от X минус LT, где и GKL это вот 1, 2, 3, 4 в каком-то порядке. Значит, I, G, K, L равно 1, 2, 3, 4 в каком-то порядке. То есть наше преобразование, вот то, что мы делаем с этой расстановкой чисел, это некий линейный оператор на пространстве функции. Причем он перестановочен с действием группы. S это эндоморфизм представления. Эндоморфизм представления R. То есть, другими словами, если мы наш куб как-то покрутим, то все равно те вершины, которые были соседними, они будут соседними и после того, как мы куб покрутим. Неважно, в каком порядке действовать. Сперва крутить куб, потом применять S. Или наоборот. Это эндоморфизм. И нам надо понять, как этот эндоморфизм действует в пространстве функции. Давайте попробуем это понять. Значит, давайте разложим представление R на неприводимое слагаемое. Ну, первый шаг. Давайте пространство функций вначале разложим в сумму двух инвариантных подпространств. Это очень легко сделать. Это пространство четных и нечетных функций. Обозначу их F+, и F-. Четная функция, если она на противоположных вершинах принимает одинаковое значение, а нечетная, если она на противоположных вершинах принимает противоположные значения. Ну, легко понять, и вы это сами, наверное, хорошо представляете. То есть давайте я напишу, что такое F+, и F-, F+, или, соответственно, минус, это множество тех функций, тех функций, для которых F от X минус ИТ равно плюс или минус, соответственно, F от X ИТ. Для любого ИТ. Всякую функцию единственным способом можно разложить в сумму четное и нечетное. Это вы, конечно, хорошо знаете. Я не буду это подробно сейчас обсуждать. Вот. Давайте посмотрим, как ограничивается наше представление в пространстве функций. Как оно ограничивается на эти два подпространства. Значит, ограничение представления R на пространство четных функций. Ну, четная функция – это функция, которая вот на противоположных вершинах одинаковое значение. Значит, то есть просто как-то переставляются вот эти числа. Да, это просто будет мономеальное представление. Мономиальное представление. И оно, мы знаем, как разлагается в прямую сумму. Оно разлагается в прямую сумму. Значит, пространство функции разлагается в сумму. Да, а, кстати, на нечетных функциях будет мономеальное представление, умноженное на знак подстановки. Потому что, когда у нас подстановка нечетная, тетраэдер переходит в противоположный, и значение функции меняет знак при этом. Ну, может быть, я тут детали опускаю, но вот легко понять, что это так. Как разлагаются в прямую сумму неприводимых представлений эти два подпространства? Ну, очень просто. Пространство четных функций разлагается в прямую сумму двух подпространств. Давайте мы их обозначим U+, и W+. U+, это вот те обозначения, которые у нас были раньше, U+, и W+. U+, состоит из функций, которые во всех вершинах принимают одинаковые значения, такие что f от x1 равно, и так далее, равно f от x4. А W+, состоит из функций, у которых сумма значений во всех вершинах с положительными номерами, ну и с отрицательными тоже по отдельности, равна нулю. Состоит из функций таких, что f от x1 плюс и так далее, плюс f от x4 равно нулю. Это вот та самая трехмерная гиперплоскость. А для нечетных то же самое. Значит, давайте я напишу f. Да, собственно, я могу и здесь же написать. Для плюс и для минус то же самое. Только разница в том, что для нечетных функций вершины с отрицательными номерами будут иметь противоположные значения, а для четных они будут иметь такие же значения. А в остальном описание точно такое же. Вот, и в итоге наше представление r есть прямая сумма четырех неприводимых представлений. Вот на пространстве u+, это будет тривиальное представление r1, это на u+. На пространстве u- это будет знаковое представление r2, на u-. На пространстве w+, это будет представление r4, которое мы обозначали, классификация неприводимых представлений группы s4. А на пространстве w- это будет r5. И эти представления попарно-неизоморфные, эндоморфизм должен каждое из этих представлений переводить в себя. Причем действует там скалярно. Значит, по лемме шура s действует на каждом из этих подпространств скалярно. Вот, с каким скаляром? Ну, это легко понять. На u+. Здесь все значения во всех вершинах одинаковые. То есть среднеарифметическое это будет то же значение, с которым мы стартовали. s это единичный оператор. На u- здесь у нас берется среднеарифметическое, но вершины соседние, они имеют противоположный номер по знаку, да? Знак номера противоположный. И там будут значения уже не те же, а минус те же. Но среднеарифметическое, значит, будет минус значения в исходной вершине. Это будет минус e, минус единичный оператор. На w+, как действует наша операция. Здесь у нас сумма всех значений в вершинах одного цвета равна нулю. Значит, ну и противоположного цвета там значения такие же. Поэтому если мы стартовали с какого-то вот этого значения, то оно переходит в среднеарифметическое вот этих значений, но их сумма равна значению здесь, со знаком минус. Поэтому среднеарифметическое будет минус одна треть. s равно минус одна треть единичный оператор. Ну а на w- по тем же причинам s равно единичный оператор с коэффициентом одна треть. Вот. И теперь мы видим, что s в степени n на вот этих двух пространствах стремится к нулю. s в степени n стремится к нулю. Потому что одна треть умножается на много раз на себя, все это стремится к нулю. То есть когда мы берем произвольную функцию и применяем к ней s много-много раз, выживают только те части этой функции, которые живут вот в этих двух пространствах. То есть там, где вершины либо, там, где либо все значения одинаковы во всех вершинах, либо в противоположных вершинах они имеют противоположный знак, а в остальном одинаковы. Вот. И поэтому ответ такой. После большого количества применения оператора s, когда n много больше нуля, то мы получим примерно следующее. Я напишу, какое у нас распределение будет по вершинам куба. То есть это будет сумма двух функций из u плюс и u минус. Либо во всех вершинах одинаковое значение, либо во всех вершинах одного цвета одинаковое, а другого цвета противоположное. Но если сложить две такие функции, то будут значения, как бы в противоположных вершинах они могут быть разные, но во всех вершинах одного цвета одинаковые. То есть какое-то такое распределение чисел. Допустим, в зеленых вершинах будет стоять какое-то значение а, вот я напишу, да, а в красных вершинах будет стоять какое-то значение b, в оранжевых, точнее говоря. Вот. Вот как-то так все это будет выглядеть через много-много шагов. Ну, разумеется, примерно, да, будут какие-то еще добавки из вот этих двух пространств, но они будут устремляться к нулю, когда мы много-много раз это дело применим. Они будут устремляться к нулю. Вот так будет выглядеть распределение значений по вершинам куба. Ну, и легко понять, что за один шаг эти а и b меняются местами. То есть b заменяется на среднее арифметическое в соседних, то есть на а, а а заменяется на b. Вот, ну, до этого, конечно, можно было бы догадаться, но это совершенно не очевидно. Вот пример применения теории представлений к решению такой, я бы сказал, олимпиадного типа задачи.